Дорогие гости Музея Достоевского, дорогие друзья, благодарю вас за то, что вы пришли сегодня на наше научное заседание. Этот год богат на литературные юбилеи и памятные даты. Уже на той неделе мы вспоминали в этих стенах двух юбиляров этого года. Иван Собельевич Евгеньев, безусловно, на сайте, которое отмечалось буквально неделю назад. И Александр Исаевич Солженец, на сайте, которое нам еще предстают и ко мне отметить. Но среди этих значимых таких дат, конечно, мы не могли пройти мимо 190-летия со дня рождения Ивана Ивановича Толстого, более абсолютного юбилея 150 лет романа «Идиот». И таким счастливым образом Татьяна Александровна Касаткина, доктор филологических наук, профессор, ведущий научный сотрудник Института мировой литературы имени Горького Расенька. Какой-то именов? Я заведующий отдела муниципалитетов. У меня нет у этого. Так, понял, 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 да. Уточнение. Но жизнь меняется, все течет, не всегда успеваешь. Я не поставила известность, появление. Я ничего не люблю. Да, вот 10 лет, еще раз заведу, мне до сих пор, как прекрасно. Прекрасно. Все это, все это сошлось в одном флаконе. И у Татьяны Александровны как раз наработана, продумана тема, которая связывает эти две даты. Конечно, Толстой и Достоевский, вообще, сама это параллель, сами эти две фигуры, их не пересечение в пространство, при том, что очень активное пересечение в творчестве друг друга, взаимный интерес, взаимная полемика. Они притягивают, волнуют, как это так могло произойти, что два великих классика, живших в одно и то же время, и вот так вот разошлись и не пересекли. Для нас, для русского сердца, для русской культуры, это загадка и боль. Хотя мы знаем, опять же, этот знаменитый сюжет о том, как они, оказавшись вот примерно в такой небольшой аудитории, вместе не были представлены друг другу. Но, с другой стороны, мы знаем, что последняя книга, которую я только читал, Толстой, это был командой Стоевского «Безы». И мы знаем этот замечательный, удивительный отклик Толстого на смерть Достоевского, когда он бежит в страху, опора какая-то от меня отскочила. Вот, и творчество Толстого, с самого первого появления Толстого в русской литературе привлекло внимание Достоевского, уже в Семипалатинске он, прочитав «Детство и отричество», сразу затребовал, чтобы ему рассказали, кто это, кто скрывается под литерами ЛТ, и впоследствии тоже по-разному выходил на эту линию. Ну, а для всех читателей современных, конечно, Лев Николаевич Мышкин сразу возбуждает ассоциацию с Левом Николаевичем, не он ли Толстой. Ну, и есть на эту тему размышления, исследования нашей замечательной коллеги Елены Георгиевны Новиковой из Томска, есть размышления, интересные параллели наблюдения о том, как перекликается. Хотя, вот лично я не думаю, что здесь, в имени, в именовании Льва Николаевича, ну, действительно, есть какой-то такой прямой отсыл, именно к Льву Николаевичу Толстого. Там намного все действительно объемнее и сложнее, как Татьяна Александровна показывает в последних своих последних работах. Слово у Достоевского очень насыщено смыслами, очень насыщено коннотациями, коннотациями, безусловно, наверное, и Лев Николаевич Толстой. Безусловно, превосходится. Но, с другой стороны, нельзя не... И мне кажется, вот, может быть, даже вот с точки зрения такой творческой психологии для Достоевского было важнее Лев Николаевич Павлищик, который был соседом, с одной стороны, Достоевских в Павловске, с другой стороны, это племянник Пушкина, с третьей стороны, мы знаем Павлищик, это Лев Николаевич Пушкин, воспитанник Павлищева, и вот эта вот пушкинская такая коннотация мне представляется более такой любопытной. вот, но это предмет для очень долгих и многих размышлений, и я надеюсь, что Татьяна Александровна нам сегодня предоставит возможность эти... ну, я не эти мысли в смысле, кто Лев Николаевич, а в смысле вот Толстой и Достоевский, вот в этом широком таком плане, да, и уже Толстой, и взгляды Толстого, и роман «Идиот» поможет нам еще глубже задуматься над этими проблемами. в том, что вот есть исследователи, которые вещают и говорят некиложную истину, после них уже ничего сказать нельзя. В этом смысле Татьяна Александровна совсем другого типа исследователей, она как раз вот пашет, спакивает эту интеллектуальную почву и всходит прекрасные всходы. Вот давайте мы сегодня, Татьяна Александровна, вам слово. Спасибо большое, Павел Евгеньевич. Значит, я сразу вас предупреждаю, что я, ну, в основном, наверное, буду сидеть, потому что тут довольно много вещей, к которым я должна обращаться, но если я вдруг встану и начну ходить, то вы не обращайте меня, нет, это как бы мое нормальное состояние. Ходить, да, руками махать. Ну, вот камера еще один ограничитель, конечно. Вот. Значит, я, во-первых, благодарна Павлу Евгеньевичу за его вводное слово, потому что он передо мной поставил там еще две проблемы, о которых я не собиралась говорить. Ну, как бы вот тут очень интересно, да, что они встали. Вот, потому что, во-первых, очень важная, конечно, проблема, это вообще вот эти вот референции отсылок, да, от тех имен, которые Достоевский дает в своем тексте, к тому, что как бы, как бы вот к прототипам. Вот дело в том, что Достоевский вообще не интересуется, конечно, на мой взгляд, прототипами. То есть это не область его интересов ни в коем случае, как, в общем-то, на самом деле любого крупного поэта-писателя, который, конечно, выращивает свое творчество из вот этого самого сора, но он совершенно это все трансформирует в своих исключительно художественных нуждах. То есть, возможно, что он там где-то подбирает фамилию или еще что-то из действительной жизни, но это почему он ее, так сказать, подбирает, но вовсе не то, зачем она находится в художественном тексте. Это два совершенно разных вопроса. И в сущности читателя, то есть то, почему это может интересовать исследователя, это вполне законная область, так сказать, его исследователей. Но вот читателя, собственно, романа, который хочет понять, что, собственно, писатель-то написал, его совершенно не должны интересовать прототипы, потому что ему важно то, зачем это им оказалось в тексте. И вот что касается Львая Николаевича, так он именно что не какой-то там прототип, а он именно то, одна из тех линий, потому что это чрезвычайно, как у Достоевского в «Идиоте», абсолютно все там. Все как бы, весь смысл располагается по векторам, и мы эти вектора можем продолжать вообще сквозь весь роман. Так сказать, если мы берем вот эту смысловую линию, если мы выбираем другую смысловую линию, мы тоже можем продолжать сквозь весь роман. И вот там вот несколько этих векторов, потому что, конечно, все начинается просто с прямого значения имени, но мы этим сейчас не будем заниматься, тем более, что об этом уже немало разговаривали исследователи, самые разные. А вот то, что касается этой прямой, так сказать, отсылки к Льву Николаевичу Толстому, она там, безусловно, есть. И не потому, что то, что делает Достоевский в романе «Идиот», похоже на то, что делал Толстой, а как раз именно потому, что он здесь вступает с ним в прямую поле. Значит, я сразу хотела сказать, что я делала доклад практически на ту же тему в музее Толстого где-то месяц назад. Но дело в том, что этот доклад легко находится в интернете, если вы вводите ключевые слова Касаткина, «Толстой, Достоевский, идиот», только «идет» обязательно надо, потому что, как я внезапно выяснила, оказывается, я очень много говорила о Толстом и Достоевском, чтобы у меня был совершенно сюрпризом. Вот. Так вот, я не буду повторять то, что я там сказала. Мало того, я в некотором смысле пойду в противоположном направлении тому, которое мы, так сказать, испробовали вот там, в музее Толстого. Потому что там мы шли от очевидного, по очевидному, так сказать, пути. Мы сначала смотрели то, что Толстой говорит в тех текстах, которые были доступны на момент создания «Диота», и, конечно, прочитывая Достоевский, то есть его журнал «Ясная поляна» с его статьями об образовании. Вот. А вот проблема непротивления злу насилием, она как бы у нас осталась на самый конец. И при этом... Я только так это могу. Вот. И при этом, естественно, оказалось, что совершенно нельзя понять, на каких основаниях вдруг Достоевский начинает полемизировать с Толстым в романе «Идиот», который заканчивает публикацию свою в 69-м году, а Толстой только через 15 лет начнет писать и публиковать нечто, связанное с собственными с идеями противления злу насилием, в всяком случае в прямых высказываниях. Вот. И как бы вот такая вот загадка, да, висела, как это он так, Фёдор Михайлович, такой вот пророк, и всё сумел не просто предвидеть, а ещё и уже заранее ответить. Но дело в том, что если мы идём в обратном направлении, то есть если мы исходим от идеи непротивления злу насилия и смотрим как бы вот соответствие и несоответствие вот этих идей Толстого и Достоевского, а потом обращаемся уже к тому, что Толстой писал в 62-м, 63-м году в журнале «Ясная поляна» об образовании, то мы понимаем, что такому экзегету, как Достоевский, совершенно не составляло никакого труда именно из тех писаний о проблеме преподавания Толстого, которые уже были всем доступны, и всем известны, сделать вот эти вот выводы о центральной установке Толстого, которая для него самого прояснилась и определилась только значительно больше. Вот, сейчас мы об этом будем разговаривать, вот, но прежде чем мы к этому перейдём, я хочу вам прочитать один кусочек маленький из одного из обращений к роману Анны Каренина в дневнике писателям, где Достоевский даёт характеристику Толстого как бы устами одного из тех писателей, которые, вот так сказать, составляли верхушку тогдашнего литературного бумонда России, который он сам называет в плеяды и включает, ну, как бы и говорит, что туда ему вот пять-шесть человек всё время попадают, и как бы число не растёт. Вот один из тех, кто там был, ну, как бы, даёт, кто входил вот в эти вот пять безусловно и бесспорно значительных писателей, что был очередным даже для современников, даёт Толстому чрезвычайно важную для дальнейшего рассуждения характеристику. Автор Анны Карениной, несмотря на свой огромный художественный талант, есть один из тех русских умов, которые видят ясно лишь то, что стоит прямо перед их глазами, а потому и прут в эту точку. Повернуть же шею направо или налево, чтобы разглядеть и то, что стоит в стороне, они, очевидно, не имеют способности. Им нужно для этого повернуться всем телом, всем корпусом. Вот тогда они, пожалуй, заговорят совершенно противоположно, так как, во всяком случае, они всегда строго искренни. Этот переворот может и совсем не совершиться, но может совершиться и через месяц. И тогда почтенный автор с таким же задором закричит, что и добровольцев надо посылать и корпус щипать и будет говорить все, что написано. То есть, что здесь чрезвычайно важно для меня и почему, собственно, эту, казалось бы, ироническую фразу я как бы считаю необходимым огласить в начале нашего с вами собрания. Потому что здесь за вот этой иронической формой скрыто нечто чрезвычайно важное характеристики Толстого. И то, что составляет, конечно, его слабость, которая очевидна уже из этого высказания, но одновременно его несомненную совершенно убойную силу. Он умел ставить вопросы абсолютно радикальным образом именно из-за этой вот своей, так сказать, неподвижности шеи, своей неспособности включить в поле обзора что-то, так сказать, больше той проблемы, которая в данный момент стала для него ключевой. И из-за этого он давал чрезвычайно странные ответы на те вопросы, которые он ставил. Но сами вопросы он ставил так, что обойти уже их, проигнорировать, сделать вид, что, так сказать, мы не замечаем их и все нормально, было уже совершенно невозможно. Именно поэтому Толстой стал единственным отлученным от церкви вот в начале XX века писателем вообще единственным записи в XIX век, потому что никто не поставил те вопросы, которые у всех вертелись на языке, в том числе касательно русской церкви, состояния русской церкви в тот момент и вообще состояния христианства. Таким образом, так сказать, невозможно ни для каких-то, так сказать, манипуляций и для обхатных вот таких-то маневров, как их поставил Толстой. То есть Толстым и с его вопросами безусловно надо что-то делать, его, так сказать, говоря современным языком предпочли забавить, вот, но тем не менее, так сказать, игнорировать вот эту постановку вопросов, как игнорировалась эта постановка вопросов во многих и многих случаях, было совершенно невозможно. То есть Толстой ставит перед нами вопросы таким образом, что мы абсолютно оказываемся вне возможности их игнорировать, то есть мы можем их игнорировать только уже совсем вместе с автором, вот, или если мы все-таки не хотим выпадать абсолютно из поля культуры 19-го и начала 20-го века, мы вынуждены каким-то образом к ним относиться. и вот за это Толстой как бы это всегда человек, которого вообще никогда не забудет, я думаю, ни человечество, ни русская литература, и мировая литература. Но тем не менее, как вы понимаете, что как бы все равно вот этот обзор оказывается ограничен. Итак, давайте посмотрим, что же, собственно, говорит и каким образом развивает вот уже в 80-е годы, уже после смерти Достоевского, Толстой свою идею непротивления злу насилия. Значит, вообще, как бы, вот по этому поводу есть очень хорошая статья об Абдусалам Абдул-Кириловича Гусейнова, который, собственно, очень концентрированно собрал в маленький достаточно текст именно все существенные суждения Толстого по этому поводу. Поэтому я кое-что просто прочитаю, а потом мы посмотрим, каким образом, потому что, ну, это, собственно, именно вот такая выжимка хорошая из Толстого, да, а потом мы посмотрим, каким образом и почему то, что говорит Толстой очень проблематично. Итак, значит, Толстой, когда он уже в 80-е годы пытается сформулировать свои собственные, как бы, в своем собственном варианте Евангелия, в своем собственном варианте Нового Завета заповеди, которые, собственно, присутствуют в крестьянстве, он выбирает пять заповедей из Нагорной проповеди. Не гневайся, не оставляй жену, не присягай никому ни в чем, не протився злом силой и не считай других людей, людей других народов своими врагами. Вот, собственно, то, что для него, так сказать, оказывается важным, то, на что он указывает, что христианство как бы вот это вот совершенно проигнорировало в своем существовании развития и становлении, и как бы вот те вещи, к которым необходимо совершенно вернуться современному человеку. Вот, он говорит чрезвычайно интересную вещь о том, что вот эти заповеди Христа, они как бы все отрицательные и показывают только то, чего на известной степени развития человечества люди могут уже не делать. Заповеди эти суть как бы заметки на бесконечном пути совершенства. То есть Толстой говорит, что это совсем, так сказать, не конечный итог, не окончательный не окончательная цель развития человека, соблюдение вот этих заповедей. А это всего-навсего одна из ступеней лестницы, которая в данной момент для нас выглядит как цель, а когда-то будет выглядеть как пройденная ступенька. На этом специально настаивает. Мало того, в общем, он говорит, что то, что для нас сейчас есть слово, которое нам уже сказано, но которое совершенно, которое воспринимается нам как истину, но которое мы совершенно не не является тем, что мы можем свободно и спокойно выполнять по самых обычных обстоятельствах своей жизни. И именно поэтому эти истины являются областью нашей свободы. потому что для людей последующих поколений они станут очередными автоматизмами, которые будут воспроизводиться ими фактически как бы реактивно. То есть естественной реакцией на удар на щеке станет подставить другую щеку. Вот хорошо, что это смешно, потому что это действительно смешно. Сейчас разберем почему. Дело в том, что эти заповеди абсолютно не имеют никакого шанса автоматизироваться и стать автоматическим поведением. И они всегда будут проявлением самой глубокой осознанности, потому что автоматически автоматизмы у человека вырабатываются таким образом, чтобы минимизировать риски и максимально облегчить ему поведение без размышлений в определенных ситуациях. В ситуации, когда человека бьют по щеке, он либо бежит, либо защищается. Это автоматизм. Это то, что работает на именно сохранение этой своей автономной жизни. Никакого автоматизма, то есть если вырабатывается автоматизм в подставлении другой щеки, его можно выработать. допустим, это называется состояние выученной беспомощности. Известный опыт, когда собачку бьют током, и она никуда не может деться из клетки, ее потом переводят в клетку гораздо большего размера, где она легко может уйти от того места, где ее бьют током, но она даже не делает попыток уйти с этого места, потому что у нее это выученная беспомощность называется. Это разрушены все естественные формы выживания, формы сопротивления этому напору извне. И собачки такие, конечно, долго не живут, потому что у них находятся в постоянном тяжелом стрессе, это уже следствие этого выученной беспомощности. И они просто быстро умирают в таком состоянии. Это для человека тоже верно. То есть человек, забранный в это состояние выученной беспомощности, он будет долго хереть, ну или недолго хереть, и все закончится плохо, если только кто-то не придет ему на помощь и не выведет из этого состояния. Поэтому вот такая автоматизация реакции подставления другой щеки на том уровне, на котором об этом обсуждает Толстой, она совершенно невозможна, она убийственна для любого живого существа. и заметим способность Толстого четко упираться в очень ограниченный сектор видения, но зато буквы, которые в этом секторе уже оказываются, они оказываются очень большими прописанными, потому что на самом деле Толстой выхватывает из этих заповедей Нагорной проповеди только очень как раз буквально коротенькое предложение и дальше его абсолютизирует. Меж тем это коротенькое предложение «Не против все зло» собственно в Нагорной проповеди находится в большом контексте, из которого становится совершенно ясно, что на самом деле здесь имеется в виду и это очень хорошо понимал и постоянно пытался прописать те или иными способами начиная с 61-го года Зиме занято корректным впечатлением Достоевского. Прочитаем собственно что там у Христа сказано. Значит это Матфея 5 38 45 Вы слышали что сказано око за око и зуб за зуб А я говорю вам не против все зло но кто ударит тебя в правую щеку твою обрати к нему и другую и кто захочет судиться с тобой и взять у тебя рубашку отдай ему и верхнюю одежду и кто принудит тебя идти с ним одно поприще иди с ним два просящему тебя дай и от хотящего занять у тебя не отвращайся вот собственно это на самом деле не ряд заповедей а это все одна заповедь которая идет внутри вот этого самого непротився злом и что мы здесь видим мы здесь видим ответ человека вот этому самому злу и состояние такой высокой ресурсности которая нам совершенно не снилось в нашей обыденной жизни это не состояние жертвы а это состояние человека который хочет отдать просящему потому что смотрите да тут все построено на том чтобы превзойти как бы отдать больше чем у тебя опросы здесь дело вообще не идет так сказать о драке дело в том что тебя стукнули дело в том что тебя пытаются вывести на вот эти реактивные отношения к которым люди привыкли когда ресурс приходится выдирать выхватывать кусками из тела а Христос предлагает здесь не отвечать встречно и паритетно не пытаться удержать вот этот свой ресурс или выхватить еще наоборот из него кусочек который напал а дать ему то что он просит и дать ему еще для того чтобы максимально покрыть его нужду потому что вот этот нападающий он находится в чрезвычайно низкоресурсном состоянии я вообще использую все эти психологические термины потому что толстой его постановка вопросов безусловно в очень большой степени послужила началу именно психологии в психологии как именно той помогающей дисциплины какой мы ее сейчас знаем вот так вот вот это вот высоко ресурсность она как бы непременное условие для выполнения вот этих вот христианских запретов еще в 62-м году Достоевство я вам напомню наверное вы конечно все помните но тем не менее напишут в один из заметных о летних впечатлениях о том что личность на высшей ступени своего развития ничего и не может сделать большего как отдать себя всем и каждому безраздельно и беззаветно и это как он напишет это закон природы к этому тянет нормально человека то есть в состоянии чрезвычайно высокой ресурсности в состоянии когда вы обладаете всеми силами своей души когда вы действительно их себе сконцентрировали вы и способны выполнить вот эту вот и вообще и прочие тоже заповеди нагорной проповеди потому что потому что вы понимаете другой тип отношений между собой и тем кто казался до момента вот этого набора самого высокой самого высокого ресурса тем кто оказался вам другим опять-таки еще одно различие между Толстым и Достоевским Толстой всегда будет работать с людьми которые с одной стороны отдельно а с другой стороны единообразны то есть для него в принципе каждый человек это вот такой отдельный человек такой вот образ Божий и собственно его надо за это собственно за то что он образ Божий невзирая на все остальное что там этот образ налипло уважать и почитать и относиться ко всем именно поэтому нужно совершенно одинаково требовать со всех нужно совершенно одинаково и так далее и так далее в этом смысле опять-таки еще интересна еще одна перекличка когда Толстой будет говорить о том что первая первая задача для того чтобы освободить другого от той ноши которая лежит на нем это прекратить его использовать для обеспечения своих базовых нужд он там это даже очень хорошо сформулирует кстати так что же нам держит если он жалко устав то лучше слезьте с него слезть с лошади но Достоевский на это ему ответит опять-таки задумано так вот Толстой это напишет еще в ответе Градовскому на Пушкинскую речь он скажет о том что вот нет все совсем не так если в будущем там будет какой-нибудь Шекспир и вот нет у этого Шекспира времени для того чтобы заниматься хозяйством как он напишет выносить не нужно то придет к нему другой гражданин и будет помогать Шекспиру выносить не нужно и что же он будет раб нет он совсем не будет рабом а как бы он наоборот будет свыше степени свободным человеком который как бы этим своим действием говорит этому Шекспиру что значит я понимаю что ты гораздо ценнее меня но именно тем что я освобождаю тебе время для твоей нужной такой нужной человеческой работы я и показываю что я не раб а я по-человечески тебе раб у меня просто другая область в которой как бы я могу потому что очевидно что этот Шекспир несчастный занятый совершенно своими высокими мыслями и прочим окажется в таком простите бородоке вокруг себя если не придет к нему такой помощник то есть Достоевский говорит о том что люди совершенно не равны то есть они равны в своем человеческом достоинстве но они имеют совершенно разные способности где нельзя сказать какая способность лучше какая хуже они нужны именно потому что они взаимодополняемы поэтому они друг другу нужны и собственно вот эта человеческая общность строится на совершенно других принципах чем на принципах полного равенства и полной отдельности нельзя освободить я буду шить себе сапоги говорит Толстой прекрасно тем самым ты оставляешь без работы без хрена соседского сапожника при этом сапоги у тебя тоже такие что ходить у них весьма проблематично то есть вот это вот идея опять-таки в которую Толстой уперся вот так лбом глазами рогами и не мог с нее совершенно свернуть это очень важная идея но она совершенно не решается на том уровне на котором он предложил ее решить то есть все вопросы его абсолютно безусловно важны все ответы его никуда не найдется вот что же в этом случае предлагает Достоевский то же самое получается естественно с вот этим самым непротивлением злу насилием непротивление злу насилием для Толстого определяется чрезвычайно интересным образом потому что ненасилие для него становится абсолютно равнозначной любви вот собственно любовь это и есть ненасилие вот и значит самое главное здесь вот то что сам Толстой говорит насиловать значит делать то чего не хочет тот над которым совершается насилие вот это абсолютное определение из которого мы уже можем сделать вот такой в том числе большой заход к его педагогическим статьям которые все абсолютно будут построены на вот этой вот базе что нормальное образование нормальная образовательная деятельность может быть построена только в условиях свободы именно поэтому Толстой будет решительно настаивать на том что образование должно исключить из себя воспитание потому что воспитание это чрезвычайно плохая вещь воспитание это подстройка воспитывающим воспитываемого под себя это кстати абсолютно прекрасное точное определение опять таки выводы так будут проблематичны и воспитание это как бы создание из воспитываемого человека которого я себе воображаю в качестве прекрасного но понимаете что каждый из нас может вообразить такого в качестве прекрасного что сосед просто должен будет не знать куда бежать в результате то есть у нас у всех очень разное представление о прекрасном у нас у всех очень разные идеи о том каком должен быть человек когда мы пытаемся воспитывать детей в соответствии с этими своими идеями происходит действительно вполне себе ужасный ужас и об этом Толстой заговорил первым наверное во всяком случае на русской почве из всех последующих поколений психологов которые вот и сейчас об этом наконец говорят в полный голос и так насиловать это значит делать то чего не хочет тот над которым совершает насилие и в таком случае естественно насилие прямо совпадает со злом и оно прямо противоположно любви Толстой как всегда абсолютно прямолинирен вот он выбирает для себя какое-то базовое положение и дальше от него исходя рассуждает абсолютно последовательно и логично значит соответственно любить значит делать так как хочет другой подчинить свою волю воли другого а насиловать значит делать так как я хочу и подчинить чужую волю мою центральный статус заповеди ненасилия и непротивления связан с тем что она как раз очерчивает вот эту границу царства зла тьмы и так закрывает дверь вот и соответственно как бы Толстой резюмирует не против злогу значит не делать насилия то есть такого поступка который всегда противоположен любви и вот здесь нам уже можно и интересно перейти собственно к тому что происходит в этом смысле в романе идиотов дело в том что проблема насилия и ответ или не ответ насилия насилия там представлено абсолютно ярко и ясно в одной из в одной из сцен которые ну в общем достаточно таки запоминаются читателям но дело в том что это только одна сцена в линии которая прочерчена в романе идиот вот именно по отношению к этой вот идее насилия и ненасилия значит эта сцена которая очевидна это как вы помните в первой части романа сцена у Гани в доме Гани когда Ганя в последней степени озлобления хватает за руку свою сестру Варю и поднимает уже заносит руку чтобы ее ударить вот как раз та самая пощечина которая грядет да вот и что делать что значит происходит в этот момент князь значит но его рука которая уже собственно падала на лицо Варя наткнулась на неожиданное препятствие князь остановил эту руку удержал вот и в этот момент Ганя уже в последней степени бешенства кричит что ты мне вообще вечно что ли дорогу будешь переступать и бьется всего размах по щеке князя вот и у князя начинает да в этот момент Коля произносит чрезвычайно интересную фразу казалось бы просто восклицание господи боже мой как вы понимаете это звательный падеж то есть в сущности это прямое обращение в этот момент и высказывание вот это опознавание в том почему лицу пришла себя пощечина да вот как вот этого самого Господа и Бога нашего во всяком случае опять-таки еще раз не значит что князь мышкин это Христос равно это значит что вот в такой момент человеке максимально проступает тот самый Божий образ то есть максимально реализуется то что те принципы которые собственно и способствуют обожению человека потому что Христос приходит чтобы мы стали богами базовое положение христианства из которого выросли все его догматы Бог вочеловечился чтобы человек обожился и вот собственно вот этот момент проступания божественной природы другом и замечает в этот момент поле и дальше князь отходит неподходящая улыбка кривит его губы и он говорит ну пусть это мне а ее все-таки не дам и потом он поворачивается и все-таки прибавляет еще ох как вы будете стыдиться своего поступка а дальше прекрасная фраза Ганя действительно стоял как уничтожен то есть как вы понимаете это совсем далеко все-таки от того чтобы выполнять вот эту самую волю любовь это выполнять волю того кто значит ее изъявляет да и как бы подсекать свою волю вот для того чтобы следовать более другому ну вот я бы назвала саму эту сцену как бы сценой противления злу ненасилия перефразирую толстовскую вот эту вот фразу да о непротивлении злу насилия потому что здесь перед нами совершенно очевидно противодействие но это противодействие вроде бы ненасильство однако посмотрим две другие точки на этой линии которые нам сказать покажут вот это вот движение во владении человеком собственно этой своей способности то есть способности отвечать на насилие как-то так чтобы это насилие во что-то трансформировалось потому что ведь что происходит потом с Ганей происходит очень интересная вещь он приходит князю мириться он приходит мириться и получается что вот это вот действие князя оно вытащило из него того кого князь уже даже сам не ожидал в нем увидеть и о котором и Ганя давно он к нему приходит мириться как дети приходят мириться он говорит там можно я вот руку вашу поцелую и князь как раз говорит что я даже не думал что он такой способен вот вы прям пришли мириться так как бы дети мирились а я думал что нет совсем я же никогда вас не буду считать подлецом то есть в этот момент когда Ганя стоит так уничтожена уничтожается взрослая оболочка Ганя что дает возможность выглянуть из него того кого уже даже князь Мышкин в нем почти не разглядел и кого в себе давно считал глубоко похоронен вот этого вот самого ребенка который еще помнит что это все так не делают что это нехорошо что так нельзя и что жить надо совсем по-другому и что единственное что он может в этой ситуации лучше для себя сделать это прийти для этого примирения но посмотрим еще раз как действует сам князь дело в том что первое вот это вот ситуация насильственного воздействия причем насильственного воздействия как раз на воспитуемых потенциальных происходит как раз в том идиллическом ландшафте швейцарском где на самом деле разыгрывается чрезвычайно драматическая даже трагическая история как бы там не казалось нам в швейцарии в идиоте каким-то таким вот идиллическим местом вот потому что князь встает на пути у детей которые травят Мари ну и с одной стороны там можно сказать что он действует почти аналогичным образом как и в случае с Ганей он там даже сам встает перед их камнями которые летят то ли в Мари то ли в него потому что возможно что они уже и в него просто стоят кидать камнями за эту его защиту но там сказано еще одна интересная вещь один раз я с ними подрался что очень важно потому что как бы вот здесь уже нету вот этого так сказать безупречного да христианского рыцаря который только принимает на свою грудь кинутое с другого камня а один раз я с ними таки подрался вот я полагаю что здесь Достоевский нам показывает как постепенно мы можем учиться так сказать извне показывать другому где в нем начинают действовать уже не те исполненные и благие его силы которые есть его настоящие истинное желание которые есть истинное стремление его сердца а где в нем начинают действовать вот эти навязанные очень часто социальных периодик которые провоцируют нас травить которые провоцируют нас на вот это озлобление против другого которые провоцируют нас на все вот эти вот интриги один против другого которые будут там дальше вышли То есть князь пытается дать возможность вот этим вот детям, которые страшны в своей последовательности, в любой травме. И это, наверное, знали все, кроме Николаевича Мустрова. Потому что вообще вот эта идея хороших детей, прекрасных, бесслобных, она совершенно дико для любого, кто с детьми как-то общался. И, конечно, она никогда, хотя есть такая вообще идея, что русская литература последовательно рассказывает об этой невинности, красоте детства, ничего подобного. Вся центральная линия русской литературы рассказывает о «злых детях» в кавычках, потому что первое это слово употребляет, как вы помните, Пушкин в поэме «Медный всадник», где злые дети бросали камни вслед него, вслед вот этого бедного Евгения. Дети те, кто на самом деле наиболее быстро воспроизводит любые принятые в данном сообществе и наиболее прямолинейно воспроизводит. Все принятые в данном сообществе вот эти вот, так сказать, негативные реакции. И если мои окружающие взрослые трат словесно, то дети буквально очень быстро доходят вот до такого, так сказать, побиения камнями, до буквального физического уничтожения. Дети, вот они воспитаны уже. И здесь опять надо сказать славу Толстому, потому что да, они вполне воспитаны вот этими вот взрослыми уже по своему вопросу и подобию. Им навязаны вот эти вот социальные стереотипы. И для того, чтобы остановить действия этих социальных стереотипов, приходится не просто встать перед камнями, так сказать, заслонить вот этого, того, на кого напали грудью, да, но приходится даже вот ему сначала князь Мышкину и подраться один раз. То есть остановить их радикально для того, чтобы они остановились и задумались о том, что они делают. Потому что то, что они делают, они делают абсолютно без всякой рефлексии. Это естественно и нормально ожидать было поведение в данном социуме. Князь Мышкин вот этой вот, так сказать, даже подрался, он как бы пытается точно так же, как в случае с Ганей, разделить того ребенка, который чистый и невинен, и который просто действует в ситуации максимального недостатка информации. Потому что они не знают, что случилось с вами. Они не понимают это. Потом князь Мышкин будет обо всем рассказывать, а его за это тоже будут гномить. Потому что детям, как известно, 18+, и нельзя ни о чем говорить. А он говорит, что очень интересно, я-то расскажу так, что будет не мерзко, а так без меня, помимо меня, не узнают так, что будет мерзко. Так кто должен в этой ситуации рассказывать? И они просто травят Марину, просто потому что они взрослые, и скажут, что она плохая. Все, они увидели это в поведении взрослых. И ее можно травить. И вот князь Мышкин кидается с кулаками на этих детей для того, чтобы отделить тех детей, которые невинны и просто не знают вообще о том, что здесь происходит, от тех, от тех, которые уже вполне социализированы и управляются вот этими вот социальными ниточками, так сказать. Вот этот плохой, да, его травим, не разбираемся почему. И что начинает делать князь Мышкин? Он начинает им обо всем рассказывать. То есть он дает им максимальное количество вообще возможной информации, отвечая абсолютно на все их вопросы. Помните, в результате этого его первым врагом становится учитель Тимон, потому что, значит, у него они, у Мышкина, они все понимают, а значит, у Учителя почему-то ничего они понимают. Вот. Мышкин здесь вполне следует как раз тем линиям, которые Толстой проводит в своей образовательной практике, наставивая на том, что она, безусловно, не должна быть воспитателем. Но здесь мы видим, что она не может не быть воспитательной, потому что если, вот Толстой настаёт на том, что ребёнку даются максимум информации и минимум отсынчивости по отношению к этой информации. Вот. Достоевский показывает, как князь Мышкин полностью преобразует в детей, давая им этот максимум информации. Но этот максимум информации они готовы и согласны брать от него только потому, что его личность уже стала им симпатичной. То есть она уже оказывает воспитательное воздействие неизбежно. Дети, так сказать, остановились, открыли глаза и подумали, что да, пожалуй, скорее они хотят быть похожими на этого человека, чем на другого. И поэтому там потом описывается конфликт и с учителем, но и с пастором, которого они вновь чуть не забросали, или даже забросали камнями, за то, что он в проповеди, которая происходит в момент смерти матери Марии, сказал, что Мария во всём виновата, хотя это была прямая ложь. То есть дети начинают учиться оценивать подаваемую им информацию, потому что их горизонты значительно расширены. Но для этого сначала надо было остановить их и даже подраться с ними один раз. Значит, в этот момент Мышкин способен действовать ещё только таким, практически силовым способом. Остановить и подраться. Смотрите, в случае с Ганей, это второй очевидный этап вот этого его развития, развития в себе внутреннего человека. Он, ему уже не надо драться. Он может только остановить вот эту руку и происходит вот это вот, опять-таки, разделение, да, того, что человек внутри себя представляет, вот того, что человек представляет вот в этом своём, в этих своих социальных, так сказать, масках, скорлупах, да, вот в этом своём набранном представлении о том, как человек должен действовать в этой среде для того, чтобы быть в ней успешным. Это как бы идея Ганя, да. Вот я тут буду подлечить для того, чтобы я стал таким великолепным, значит, всего достиг. Вот, и вот эта вот остановленная рука, она вдруг оказывается трещиной, да, как бы трещинообразующей между этими двумя личностями. Вдруг вот это ядро отслаивается от вот этой наносной грязи, пользуясь словами Достоевского же, да, и получает возможность вновь как бы выглянуть и выйти наружу. То есть, не переходя ещё ко второму, к последней точке этой линии, скажу, что Достоевский ведь, так, извините, убежал нас за хвостом, так, сейчас, так, ладно, неважно, она потом всё равно вспомнится и как-то войдёт сюда. Вот, значит, да, Достоевский тут показывает, что та воля, которую человек изъявляет, она совершенно не целостна, она не очевидна, так сказать, потому что Толстой говорит о том, что любить это значит исполнять волю другого, да. А Достоевский говорит, как которую из воли другого. Потому что есть воля, которая исходит из вот этого ядра личности, да, всегда сохранного, даже когда человек уже упал, дальше некуда. И есть воля, которая исходит из вот этих вот области наносанной грязи, того, что как бы человека перекорёжило по этим вот социальным леканам. Вот, да о какой воле, как бы мы говорим, какую волю мы поддерживаем, да, говорит Достоевский. И для того, чтобы отделить одну волю от другой, очень часто нужен вот этот вот как бы первоначальный удар, потому что человек уже сам забыл, что у него есть другая воля. И тогда вот в этот третий момент уже происходит почти чудо, потому что этот третий момент, это момент, когда Парфён Рогожин нападает на князя с ножом. И нож уже, помните, да, падает на тёмной гостиничной рейс, нож уже практически падает на князя, и князь перед этим весь день бродил по Петербургу под подавленной вот этой волей Рогожина, который хотел уже его убить, чтобы дальше не получиться за всем этим безобразием. Ну вот, и он подавлен, он как бы постоянно ощущает, он сам пытается возмущаться против этого, да, но разве решил, что Парфён Рогожину бьёт, да, ну вот это всё. Но вот эта Рогожинская воля его постоянно давит, у меня всё время возвращается вот к этому же ощущению, к какой-то безнадёжности и неизбежности вот этого, так сказать, нападения Рогожины. И в последний самый момент, когда нож уже падает, всё-таки воля князя вырывается из-под этого абсолютного давления Рогожинской воли, и он кричит вот этот вот замечательный, известнейший, да, я памятную всем, свой крик, Парфён не верил. И в этот момент вот это падение ножа прекращается, и всё идёт по какому-то совершенно другому пути. Вот, и смотрите, ему же тут ничего не понадобилось, ему не понадобилось даже руку восстановить. Ему понадобилось, так сказать, перехватить управление. И теперь, значит, что вообще вот это за история с вот этой вот борьбой в духе у Достоевского? Мы уже говорили, в отличие от Полстого, для Достоевского человек принципиально не автономный. То есть, когда человек видит себя автономным, это просто ошибка зрения. Это ошибка зрения, ошибка восприятия. К сожалению, абсолютно распространённая ошибка восприятия, как бы потому, что человек считает, что он существует в здешней земной жизни, вот на этом основании я, как его будет определять Достоевск. То есть, на основании, так сказать, вот этой своей принципиальной отдельности. И, соответственно, эта позиция, когда я вот в этих своих границах, которые очерчены моим телом, она принуждает человека действовать из вот этого принципа, который называется эгоистическим, опять-таки, от слова «я», да? То есть, пытаться вырвать ресурс у соседа, потому что «я» — это только вот «я», вот это. И чтобы мне было хорошо, можно у кого-то что-то отнять, как бы, и тогда у меня прибудет. Вот. Почему это ошибка восприятия? Потому что Достоевский описывает в качестве вот этого последнего идеала, который не возникнет в этот момент, а просто откроется для нас вот в том-другом бытии, это все Маша Режетна Старева, уже здесь Маши, да, в 64-й год, он описывает в качестве вот этого идеала состояние человека, которое, да и видит так, мы будем лица, лицо, да, не переставая сливаться совсем. То есть, он говорит о том, что мы сохраняем свое лицо, но мы теряем границы своего тела. Наше тело, наше, как бы, то, что управляется нашим вот этим вот личностным центром, оно распространяется не просто до границ человечества, оно распространяется до границ вселенной. Мы становимся таким вот общим телом с, заметьте, говорим, о, это похоже на буддизм, это прямо противоположно буддизму, потому что буддизм будет говорить о единой личности или даже вообще об отсутствии всей личности. Вот, а здесь речь идет о едином теле, которое в пределах распространяется до границ вселенной, включая в себя и вот эту вот внешнюю форму ее вещество, как, опять-таки, буквально сказано, в формулировках Маша лежит на столе. Но при этом сохраняются все личностные центры внутри вот этого единого тела. У нас общее тело, но у нас разные личностные центры, потому что из них собирается вот та способность Бога, та способность вот этого единого универсума видеть и воспринимать в разных ракурсах. Мы как бы абсолютно незаместимы, потому что мы вот эта точка, то, что видно, из которой, видно только когда мы находимся в ней. Вот этот наш опыт, он абсолютно ументален и должен быть включен в это общее тело, чтобы без него будет дырка. Пробел вот этого опыт. Утрата вот этой точки, с которой можно быть. Вот как бы вот видение вот этого тела Достоевским, вот этого человека Достоевским. Заметьте, мы не становимся частями друг друга, частями организма. Мы просто впервые обретаем свои настоящие пределы, настоящие границы, которые находятся вот в этих самых концах вселенной. Достоевский прекрасно описывает в «Братьях Карамазовых», когда в Алёше, в Алёше, так сказать, первый преображённый человек, когда он встал в земли, в Танне Галилейской, «Душа его, в душе его, сошлись нити от всех миров дальних». Это не метафорическое описание, а чрезвычайно буквально. И она трепетала, как бы отзываясь вот этим мировым. Это очень техничное описание. Того, что происходит в «Братьях Карамазовых» Он, как бы, весь становится способным воздействовать вот на это вот всё тело до границ вселенной. Вот, собственно, исходя из такого же видения, Достоевский и здесь нам показывает, как один человек может перехватить вот это вот управление в случае неправильного действия другого человека. Вот, с одной стороны, сначала воля Рогожина давит вот эту мышкинскую волю, да, когда он весь день ходит, как бы вот этот одержимый демон, вот этот демон, собственно, Рогожина едет, да, вот эта вот подавленная воля Мышкина, потому что он понимает, что это неправильная воля, это плохая воля, это разрушительная воля. В конце концов, убивать ближнего, это значит вонзать нож в себя самого, да, если мы видим вот это дело так, да. То есть Рогожин-то хочет в этот момент уничтожить соперника, а никакого соперника нет, потому что я, это ты. Вот, и Рогожин же это знает, по сути, с самого начала, когда он предлагает князю надеть на него шубу, там, прочее, карманы набить и поехать к Настасье Филиппову, да, одевая князя как жениха, то есть они вдвоем становятся этим женихом только, вот, что потом и реализуется в конце романа «Идиот», когда они лежат вдвоем, и непременно, что вдвоем, опять-таки, Настасье, этот Рогожин, да, рядом сложен уже мертвый Настасье Филиппову, вот он, конечно, назвал, но мертвый, который одновременно не мертвый, а там зримо оживает, воскресает, ну, это другое, да, вот, то есть здесь это именно о том, чтобы человек был способен перехватить вот это вот управление злой волей другого, остановить ее для того, чтобы дать возможность проявиться его доброй воле. Вот, собственно, как выстраивает Достоевский и вот этот процесс воспитания. Остановить вот это уже совершенно с детьми, потому что никакой ребенок не приходит к воспитателю, к сожалению, как-то, он раз. Ребенок приходит уже с очень мощными, вот всяческими, навязанными ему и принятыми им абсолютно бесконтрольно социальными установками, воспринятыми от нас, взрослых, от старших. Вот, и эти социальные установки работают в нем как автоматизм как раз. Вот, и именно они будут вести к тому, что любое вот это вот коллективное детское тело, оно будет максимально подвержено всем вот этим вот идеям, как раз нападение, травлю всего непохожего, всего, что не вписывается вот в это общее же тело и так далее. Вот, социум – это такой искаженный образ общего тела, вот, который именно что состоит, должен состоять из одинаковых, а не из разных, не из взаимодополняющих, да. А если из взаимодополняющих, то их непременно нужно расположить в какой-то иерархии для того, чтобы, так сказать, они считали себя лучшими, другие понимали, что они обязаны этим лучше. Но вот эта идея человеческого равенства при разности занятий, она как бы плохо приживается даже до сих пор в человечестве. Вот сейчас только-только начинает выходить. Но это именно как бы с точки зрения Достоевского есть естественные методы себе человека, когда все разные и при этом все одни. Вот. И, соответственно, на эти вот вопросы Толстого очень резко и жестко поставленные. Можно отвечать продуктивно, только с той позиции, которую предлагает Достоевский, когда он предлагает, так сказать, максимально расширить Толстовский горизонт и включить во взор Толстого не только те слова, которые перед ним высветились, внутри, в том числе, евангельского текста, а и весь остальной контекст, но который, как мы знаем, Толстой сам последовательно исключал из Евангелия. Вот. Я уже сейчас буду завершать, особенно, так сказать, с тем, чтобы, может быть, мы еще могли как-то поговорить, то есть мы могли ли задать вопросы или высказаться. Вот. Но я думаю, что тут важно сказать еще одну вещь. Опять-таки, исходя из вот этой прямой упертости и прямой постановки вопроса, которая одновременно и величайшая сила, и сладость Толстого, Толстой пытается найти четкое определение тому, что, собственно, есть процесс образования. И Толстой определяет процесс образования так. Процесс образования – это достижение равенства ученика и учителя. И, собственно, да, то есть учитель делает все для того, чтобы поднять ученика на свой уровень, и как только ученик дошел до этого уровня, то, собственно, дальше им делать вместе нечего, потому что, о чем, собственно, еще тут можно делать, и вся, так сказать, прерывается, и образование заканчивается. Достоевский, опять-таки, совершенно все переворачивает, потому что, как вы помните, князь Мышкин произнес вот эту фразу, что, может быть, еще мы их ничего не научим, а, напротив, они нас научат. Эта фраза очень четко связывается и часто с статьей Толстого о том, кого учить писать. Я сейчас скажу о том, почему это совершенно разные фразы, и разное совершенно имеется в виду. Так вот, князь Мышкин исходит из того, что люди равны, это, так сказать, для него база изначально, а не то, к чему можно, так сказать, дойти процессом образовательным, да, наконец, обрести равенство между учителем и учеником. Для Мышкина они равны изначально, и вот этот процесс взаимного обучения, потому что оно всегда взаимно становится, соответственно, бесконечным. И вот это влияние одной личности на другую тоже становится бесконечным. Им не нужно расходиться, потому что достигнута некоторое равенство, и уже больше никто, кого еще получить, не может. А они постоянно взаимообогащаются, что и прекрасным, так сказать, описом, потому что Мышкин говорит, я им учился и читал все это время только для того, чтобы им рассказывать. Вот, прекрасно понимая одновременно, что, как он говорит, вот, вот над ним смеется, да, что еще мы их ничему не научим, а скорее они нас научат. Опять-таки, эта идея потом Достоевского будет вполне выражена в «Братьях Карамазовых», где Колик Рассудкин в поры, так сказать, самораскрытие, который очень опасен, да, потому что сейчас что-нибудь не так ответят, и все, и он сажусь в поэт Квичи, как периодически мечтает, говорит Алеша Карамазову, я пришел у вас учиться, Карамазов. И Алеша отвечает ему единственную возможную фразу, а я у вас. Вот, то есть вот это вот всегдашнее равенство человека при всегдашней разности, когда вот это вот обучение взаимное может быть совершенно бесконечным, оно как раз и предлагается Достоевским как альтернатива тем жгучим толстовским вопросам, которые, собственно, все сформулированы, в том числе с идеей свободы, и на самом деле с идеей вот этого ненавязывания своей идеи ни в коем случае, да, внутри вот этих вот статей Толстого об образовании 62-го года. Вот еще раз, вся идея вот этого непротивления злому ассилию для такого экземплята, как Достоевский, с этой точки зрения вполне оттуда уже вычитывается, совершенно без проблем. Вот, и, значит, теперь, почему это совсем не то же самое, что, как сказали мне настойчивые толстоведы, которые почему-то очень хотели, чтобы Толстой и Достоевский говорили об абсолютно одних вещах. Значит, о чем вот эта вот статья, значит, кому, у кого учиться писать, нам, крестьянских детей, крестьянским детям у нас или нам, крестьянских детей? Толстой там описывает, собственно, чрезвычайно интересный процесс, процесс, который прежде всего приводит к тому, что в классе из довольно большого количества детей остаются только два ребенка, потому что все остальные абсолютно не могут с ними сравниться в степени их заинтересованности и в степени их талантливости, и они просто их выключают из процесса. И дальше уже остаются вот эти два ребенка, все остальные куда-то делись. Насколько это противоположно. Они не просто, что все вообще ушли из дома, потому что просто... А эти два остаются, там чуть не ночуют, и, значит, вот пишут вот этот прекрасный рассказ, который, так сказать, именно созидается как вот такое внутреннее, как такое глубокое выражение себя, которое достижимо, кстати, только за счет исключения всех остальных из процесса и агрессивного исключения всех остальных из процесса, которое Толстой сравнивает практически с актом экскобициализма. Я вам просто прочитаю, чтобы это не было голословным. Вот ощущение Толстого. Мне смутно казалось, что я приступно подсмотрела в стеклянную ум и работу пчел, закрытую для взора смертного. Мне казалось, что я разворотил чистую первобытную душу крестьянского ребенка. Я смутно чувствовала в себе расстояние в каком-то святотатстве. Мне вспоминались дети, которых праздные развратные старики заставляют ломаться и представлять сладострастные картины для разжигания своего усталого и стасканного воображения. И вместе с тем мне было радостно, как радостно должно быть человеку, увидавшему то, чего никто не видел прежде его. То есть у Толстого чувство, что он в процессе эксперимента этих детей просто использовал, не говоря подобных слов. А Мышкин же совершенно напротив этим детям отдается. Причем, опять-таки, если первое, что делается в первоначальном детском коллективе Толстого, который описывается в этой статье о том, у кого учиться, то, собственно, Мышкин абсолютно оставляет в целостности вот этого единое детское тело, он только его, так сказать, его возводит на какую-то совершенно новую уровню. Потому что оно первоначально делает очень простые действия. Кого-то травить и кидать в кого-то камнями – это самое примитивное действие, которое может выполнять вот эта вот самая толпа, которая действует. Мы очень часто знаем, как вот такое мидерное существо. А в результате всего, что происходит с ними и князем, в результате вот этого взаимного обучения и воспитания, это вот же единое тело оказывается способно на чрезвычайно сложное действие. Например, они все достали одежду и одели марину. Он говорит, как вообще им это удалось? Все его так и работают. Это подсчеркнуто. То есть это действие, которое можно было совершить только совместно, только в этом сочетании всех общих сил, и которое им чрезвычайно удалось в результате. Для толстого любое действие, которое может быть совершено на высоком уровне, означает автоматическое отсечение лишних тел, уход тех, кто не способен. И именно поэтому, я думаю, собственно, и вот это его ощущение. То есть он учится, как бы отбирая, учится у христианской идти, как бы отбирая от них вот это, так сказать, самое высокое, их молодости, их миленности, их, и он не знает, как это делать иначе. Вот. И, соответственно, думаю, что можно только удивляться тому, как совершенно на любой самой первоначальной глубине прямо противоположные вещи с такой лёгкостью сводится даже нашими исследователями, так сказать, вполне качественными, в некоторое сопоставление и восприятие как просто одного и тому же. Вот. То есть здесь мне остается только однисти руками. Но слова же те же самые, как Лев Николаевич и Лев Николаевич. Ну, примерно. Да, 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 да. Фуглёвки, в принципе, одни. Да, фуглёвки похожие, да, значит, всё одно и то же. Вот. А тут, как всегда, вот у Достоевского вообще любимое. То же самое и совсем другое. Вот это то, что у него через весь подросток проходит, как бы, ну, в наиболее стомолиленном виде. Вот то, что для него вообще чрезвычайно важно. Как одни и те же слова могут значить вообще совсем противоположное. Вот. И вот здесь, как бы, вот в этой, в этой, в этой диалоге с Толстом это, конечно, чрезвычайно хорошо показывает. Спасибо. Я, наверное, тут закончу. Да, если у вас есть какие-то вопросы. АПЛОДИСМЕНТЫ Делайте нашу благодарность. И, пожалуйста, какие-то размышления, ретлики, вопросы. Хотя, конечно, настолько убедительно, настолько стройно представлена концепция, что, конечно, даже зацепиться нечто. Единственное, что я, ну, не единственная, а, так сказать, одна из параллелей, которая у меня возникла по ходу, что вот эта вот идея такого, хотите назовите его, теоретического взаимодействия, да, обучающегося, обучаемого и так далее, ну, или, скажем, то есть дополнение каждого, она ведь потом, да, у Достоевского спромойку выйдет в конце в дневнике писателя, уже в его, эту доктрину взаимоотношения с народом, когда он пишет, да, что мы должны всему учиться у народа, но с тем обязательно, что и они примут ту правду, которую мы 200 лет, так сказать, не бывшие дома, наконец-то, так сказать, тоже принесли. То есть, и это обязательно, подчеркиваю. То есть, не то, что вот, когда вот, у кого учиться, да, да, мы были крестьян, давайте будем у крестьян учиться всему, и станем как крестьяне, да. Нет, у них надо учиться, но и они должны у нас учить. Вот, и это, конечно, это вот уже, это итоговая такая форма его, она... Ну, это еще не итоговая, как раз, это уже 77-й год. Ну, 76-й, да. 76-й, да. А в итоге, уже после Пушкинской речи, вот в этом последнем номере дневника писателя, он скажет в речь о том, что нам надо послушать серые зипуны, когда отойти, наконец, постоять в сторонке, послушать серые зипуны. Но опять, с чем связано это, отойти, постоять в сторонке? С тем, что мы уже столько всего говорили, что надо наконец уже заткнуться и послушать другую сторону. То есть, это опять не абсуртизация, да, вот этой другой стороны, а это просто вот эта идея, наконец, помолчать, потому что мы уже слишком нам устали. Ну, и в принципе, мы всегда делаем, друг у друга учиться. Тот же Судригарев, который приезжает, чтобы у Раскольникова учиться чему-либо, да, когда оказалось бы, ну, и так далее. Учиться никогда не было. Нет, ну, вот здесь именно вот это такая... Именно собор, собор, в конце концов, да, соборное какое-то сосуществование, да, в итоге, когда... Ну, я имею в виду соборное кавычки. Нет, 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 я как раз бы без кавычек. Это вот очень хорошо, что... Ну что, Иван, ты, Илья Николаевна, что ты это слово произнес. Потому что ведь вот в этой идее, это стоящее вот этого вот единотела человечества, мы видим совсем другое понимание описания соборности, чем то, к которому мы привыкли. Потому что в нас внедряют... Ну, потому что я собор, поэтому кавычки поставил. У нас внедряют идею соборности как раз по Толстовскому типу. То есть, что мы типа все одинаковые, все должны думать одинаково. А Достоевский как раз говорит, ребят, это наоборот, как бы... Соборность, это присутствие абсолютно вот этих вот всех точек, которые смотрят в разных ракурсах и которые дают нам... Другой в этом случае становится не тем, кто нас теснит и кто нас вытесняет из вот этого общего пространства, что, естественно, если мы все одинаковые и как бы все и думать должны одинаково. А другой становится впервые тем, кто нам предоставляет новое пространство, новое видение, новый обзор. И вот это вот как раз и есть настоящая соборность, настоящая идея соборности. Так что, спасибо тебе, что ты это сказала. Это на самом деле отдельная тема и очень сложная, потому что Толстой сначала пытался, ну то есть шло развитие вот этого точка, когда он совершенно приобретает, когда он становится христианином и дальше начинается преобразование христианского учения, она происходит тогда на 50 лет. Многие детки уже не только родились, но и вполне себе воспитывали. А в этот момент для него все начинает меняться, и взгляд на то, как должны быть дети. В том числе, например, своему старшенькому, кроме университета у него там еще консерватория, он гениальный пианист и так далее. И он к нему приходит и спросит папа, что у нее делать в жизни. Он говорит, что беременную метеорологию. Ну папа, идеи поменялись. Раньше как бы нормально было консерваторию учиться, а теперь, значит, все, надо переходить всем на базовое обеспечение, связать с лошадью и так далее. И вот, понимаете, это трагедия детей, которые воспитаны одним отцом, а дальше уже ждут оценки от отца, у которого поменялись все идеи на этот счет. А авторитетность отца зашкаливающая, высочайшая. То есть как раз вот Софья Андреевна вспоминает об этом ответе, как о том, который у Сергея остался занозой просто на всю жизнь вообще, вот этот вот ужас, от полного обесценивания. Так что там как бы семья так страдала, что от этого нашего прямого постановщика вопросов, что просто, я даже не знаю, лучше бил бы что-то. То, что он лишил своих детей, хотел лишить наследство, замечание написал. Как понять? Он что, не понимал, что он... Ну вы понимаете, у него... Естественно, остались мысли еще раз потом. Он решил, что как бы все должно принадлежать всем. И поэтому... Нет, но он же там честно себя ограничивал и не давал воле себе подписать все. Он в конце концов все передал Софье Андреевне, в общем, и все в этом смысле устаханилось. Он решил, что выполнять чужую волю, а не свою, это тоже само воспитание. Единственное, что нам доступно, это само воспитание. Опять-таки, это чрезвычайно верная идея, если не проводить его в том русском русле, в котором просто его берется немедленно проводить. Но здесь все-таки это сыграло хорошую роль, потому что все перешло, так сказать, в управление Софьей Андреевной. И, конечно... Но после этого он сбежал. Он ушел. Потому что ему не давали воплотить свои идеи. Скажите, пожалуйста, вот писатель, историк литературы и Павел Басинский, он пишет о Полстомове, о проблемах личных. Какие вы считаете из этих его суждений? Ну, не совсем настоящие. Знаете, вы меня простите, я ничего не хочу сказать плохому Павел Басинскому. Мне его всегда настолько скучно читать, что я как бы и не читаю. Поэтому я не могу сказать, какие из его суждений верные и какие неверные. Если вы мне что-то, так сказать, назовете конкретно, мы попытались об этом говорить. Он пишет в Басинске, что кто из детей, я сейчас не могу сказать, отца ни во что не ставили, и чуть ли не в глаза говорили ему всякие гадости, когда была дележка наследства. Ну, знаете, там, конечно, уже были большие возможности. Потому что, представляете, все время жить под давлением отцовского авторитета, который тебя обесценивает до нуля, как в данной истории Сережи. Естественно, что человек, опять-таки, либо начинает жить в состоянии вырученной беспомощности, о которой мы сегодня будем что-то сказать, либо он как-то пытается сопротивляться. То есть, если он вообще остается жив, то он начинает пытаться сопротивляться. И, естественно, что там уже, да, уже к этому времени это сопротивление вполне обрело себе свои черты. В общем, знаете, я бы там никого не взялась ни в коем случае судить. Там все были, всем, Лев Николаевич, себе тоже устроили такую очень тяжелую, сложную жизнь. Как жена стоит, муж умирает, она стоит в окно смотрит, а ее не пускает. Это что? Ну там тоже ведь, понимаете, как. Извините, она же всю жизнь была первым помощником. У нас только она такая же гениальная, как ее муж. Да. В никаком смысле. Понимаете? То есть, переписать двойной мир там нескольких раз, это обалдеть. Совершенно верно. В каком-то смысле. Толстому досталась не худшая жена, чем Достоевскому. А дальше уже вопрос был в том, кто Толстой и кто Достоевский. То есть, может ли человек ответить вот такой же самоотдачей на эту самоотверженную любовь, или он будет как-то иначе восстановлен. Они были гениями, а гениями нельзя отсудить одинаково с людьми обычными. Ну не знаю. Все-таки они были гениями. Вот Достоевский умудрился создать самую счастливую семью вообще. Теперь все писатели говорят, хочу, хочу Анну Григорьевну. Да вот, Толстому досталась. Еще раз говорю, практически такая же Анна Григорьевна. Да. Просто что он с ней сделал вообще в результате? Вот. Ни в коем случае я ему не сужу. Еще раз говорю, ему самому было тяжелее, чем всем осталось. Ждетесь от гения в подачу своей личной жизни. Ну, опять-таки, вот Анна Григорьев считала, что ей неимоверно повезло вообще, что вот солнце моей жизни вообще все как-то сложилось. Так что не от гения, а от определенных типов личности. Да, типов личности, безусловно. Ну, кстати, если вот сейчас Басимский действительно у всех на уснах, за счет того, что он и большое премию получил, да, и потом целую серию книг выпустил, о Толстом сериала сделал. Вот. Но все-таки Павел Валерьевич, он человек действительно очень такой, так сказать, много работающий. Но… Гения как бы заодно все очень не удалось. Нет, 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 нет. Но я хочу сказать, что вот чтобы еще одну точку зрения или еще один аспект, я просто хотел бы напомнить, что лет десять тому назад вышла, предваряя в той же серии «Замечательных людей», замечательная, очень глубокая, очень обстоятельная наградь, написанная людьми, которые всю жизнь Толстым занимались. Павел Валерьевич занимался горьким изначально, долгие годы. Вот. К Толстому он пришел недавно. Вот. А это книга Александра Михайловича Зверева и Владимира Артемовича Тунимана. Так она называется. Лев Толстой в серии зацелила, предыдущая, это две тысячи… Тёмочка, да, у нас, я имею в виду, в десятых в том году. В общем, в 2010 году, вот в это посмотрите, она есть в каталоге. И там глубочайший вообще анализ и разгон, и вот этих ситуаций в том числе. Очень тонкий, очень деликатный, потому что это люди, которые… очень любили Толстого. И очень переживали тоже вместе с ним вот эту драму и его лично, и его семьи. И там не только вот отношения с мальчиком и с девочками, там тоже такие коллизии. Да, 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 да. Он вообще понял, что девочки… Ну, или девочки подросли он понял, что… Наверное, да, вот когда дочки подросли совсем. Потому что Толстой, ещё не, так сказать, недостаточной взрослой дочерей, он… Вот, пожалуйста, креатору сонату. Вот. Но уже даже в конце креатору соната, он… Ведь помните, его герой понимает, что именно в тот момент, когда жена умирает, что она совсем не то, что она не думала, он впервые увидел в ней человека. Вообще увидеть в женщине человека – это ещё то, что там для Толстого был такой… Большой-большой шаг какой-то света на начале. И как бы совсем по-другому посмотреть на место женщины в жизни. Это, конечно, то, что девочки подросли. Это вот большая-большая рука. То есть они, на самом деле, действительно все друг от друга учились там, в Толстом, в Толстом. Но очень тяжело пусто. Вообще тут как-то, знаете, бессмысленно становиться на чью-то сторону. Потому что вот такая семья, вот так вот всё сложилось. Но зато, смотрите, это семья, которая не потеряла вот этой своей устремлённости, которая и сейчас живёт, и действует, и как бы у неё масса членов, которые, в общем, вполне себе оказываются такими, напитивом движения рода. А у Фёдора Михайловича, к сожалению, совсем обратным образом ситуация сложилась с детишками. Здесь было больше, как сказать. Ну да. Больше шансов. Больше, чем Фёдор Михайлович. Остался один, в конце концов, продолжатель года. Если все вопросы, давайте ещё раз поблагодарим Татьяну Александровну. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ